Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, прошу уделить несколько минут вашего времени, чтобы подвести итоги фундаментального характера вчерашнего дня. Вы помните, я уже делал акцент на то, что нас ожидает довольно интересная торговая пятидневка, да и в принципе весьма интересный месяц, поскольку именно в июне мы должны получить какие-то дополнительные ориентиры для ряда наших инвестиционных идей. Они сейчас нам даже нужнее, чем в ходе вчерашней торговой сессии, потому что на азиатских торгах авторника мы вынуждены сейчас констатировать исключительную слабость американского доллара. И основная причина этой слабости кроется в том, что все финансовые рынки в буквальном смысле сейчас погрязли в пущине геополитической напряженности. Вот как раз о ней мы сегодня поговорим чуть позже. Давайте оставим эту тему до того, как переключимся на пару доллар-японская иена, поскольку именно все факторы такого рода обычно и провоцируют уход трейдеров в защитные инструменты. Ну, а сперва поговорим про рынок нефти, который пока действует в соответствии с нашими ожиданиями. Ну, хотя бы ему спасибо. Цены на нефть снижаются, друзья. Это хороший знак для нас, как для медведя, потому что мы не просто сейчас говорим о сохранении понижательного ралли. Мы, наконец-таки, с вами оказались ниже поддержки 50 долларов за баррель. Это что касается бренда. Медвежье ралли доминирует вследствие того, что на рынке, как и раньше, присутствует больше продавцов этого актива. И то, что мы в ходе вчерашнего дня, даже несмотря на локальное восстановление, которое было показано в первые часы сессии, после открытия дня нефть все-таки вернулась ниже цены открытия, точнее просела, ушла в красную зону и сейчас котируется на тех уровнях, которые я вам обозначил. То, что мы, друзья, оказались ниже 50, то есть пока что можем говорить, что поддержка превратилась в сопротивление, это явное доказательство того, что медведи уже предприняли не только уверенную, но и успешную попытку затащить инструмент ниже. И все мы прекрасно понимаем, что они руководствуются, но медведи мы тоже, мы руководствуемся потребностью и желанием переписать локальные минимумы по этому активу и инструменту. Основная причина, которая активизировала распродажи в ходе вчерашних торгов, стало решение стран арабской коалиции разорвать дипломатические связи с Катаром, которые обвиняются в посомничестве терроризма и в общей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, то, что многие из вас уже познакомились с этим новостным фоном. Собственно, этот фактор и усилил, точнее выступил еще одним проявлением геополитических форс-мажоров, заставил очень многих поволноваться и задуматься о том, что прежде чем, может быть, придерживаться и возвращаться к старым добрым идеям, можно еще вот эту неопределенность пересидеть в защите. Вернемся все-таки вот к данному событию. Оно касается Ближнего Востока и традиционно, когда речь заходит о каких-то конфликтах, о каком-то проявлении геополитической напряженности в этом регионе, обычно цены на черное золото, козировки нефти идут вверх. Но в данном случае этого не произошло. Значит, есть простой вывод о том, что данного события, при всем уважении к нему, будет недостаточно, чтобы повлиять на ограничения поставок. Но мы все-таки увидели реакцию трейдеров на этот новостной фон, но реакцию не ту, которая была бы более логична. Вместо роста цены на них просели. И здесь распродажи можно объяснить иначе. Дело в том, что Катар является членом организации ближневосточного картеля ОПЕК. И вот эта вот ситуация может создать риск для реализации того самого соглашения, о котором мы с вами уже очень много говорили. Ну, по крайней мере, соблюдение квот, договоренностей и обязательств этим государством. Конечно же, Катар является одним из ведущих производителей, но соперничать со многими другими регионами, конечно же, ОПЕК по объему добычи он не может. Но все равно у нас и без того было очень много скепсиса к сделке ОПЕК. А если еще кажется, что некоторые регионы из-за давления, которое уже очевидно со стороны арабской коалиции, предпочтут и вовсе не придерживаться взятых на себя обязательств, понятное дело почему, тогда эффективность этой сделки не просто будет под сомнением, на ней вообще можно будет поставить крест и точно не рассчитывать, то, что она сможет ребалансировать рынок, восстановить баланс спроса и предложения и хоть как-то повлиять на то состояние перенасыщения и перепроизводства, которым характеризуется вся нефтяная секция. Поэтому это причина номер один, собственно, той динамики, которую мы наблюдали. На негативное настроение также повлияла и статистика по штатам. Я отмечал то, что мы, получая очень важный лист по Baker Hughes в пятницу, обычно его, собственно, и отыгрываем с начала новой недели. Текущая пятидневка не стала исключением. Торговая сессия понедельника, и все тут же вспомнили, на что сейчас стоит обратить внимание по штатам. 20-я юбилейная неделя подряд, рост числа сланцевых терминалов. Текущая будет 21-й. Количество универсальных терминалов, возможно, увеличится до 740 штук со всеми вытекающими отсюда последствиями в плане дальнейшего увеличения нефтедобычи. За прошлой неделе, напоминаю, плюс 22 тысячи баррелей в сутки. Не забывайте про прогнозы энергетической компании «Райстред Энерджи», которые считают, каких показателей по штатам подобычи мы сможем добраться до конца, достигнуть до конца этого года. Еще не могу не отметить очень скептический, верное слово, комментарий со стороны российского монополиста «Роснефти», которая вчера высказалась по поводу сделки ОПЕК, отметив то, что не верит, что она сможет решить ту проблему, ради которой, собственно, и заключалась проблему перенасыщения. Ну, может быть, этот комментарий для трейдеров, которые не обращают сейчас много внимания на Россию, прошел незанимеченным, но нам, как людям, работающим, и в том числе и с российским новостным фоном, это и торгующим нефтью, между прочим. Это еще один аргумент в пользу нашей позиции, которая направлена на ослабление рынка черного золота, для снижения, собственно, котировок как РЕНТа, так и актива WTI, американского сорта. Друзья, как мы торгуем дальше, и что у нас дальше в повестке обсуждения? Вторник сегодня, напоминаю, значит, статистика очередная от Американского института нефти. В 23.30 она выйдет. Возможно, мы снова увидим снижение запасов, но отреагирует ли рынок, опять же, в свете того новостного фона, который я уже обозначил, я думаю, что нет. Даже если сейчас кому-то исключительно сверхоптимистам хочется поторговать нефтью, а покупает инструменты и отталкивается от статистики по запасам, лучше, конечно же, обращать внимание на официальные данные. Они у нас выйдут только завтра. Поэтому на сегодняшний релиз я не советую делать никакую ставку потенциальным покупателям. Лучше смириться с тем фактом, что нефть снижается. И хотелось бы, чтобы это была не просто очередная попытка оказаться ниже 50 долларов за баррель. Хотелось бы, чтобы этот уровень уже окончательно пал. Мы оказались ниже и ставили бы уже формировать новые цели. Я думаю, что мы это уже можем сделать. И в качестве следующего ориентира для бренда я предлагаю обозначить уровень 48 долларов за баррель. Ну, пока давайте не будем торопиться с отметкой в 45. 48 – это тоже приличное значение. И такими темпами, как нефть валится в последние недели, я думаю, что это значение также очень быстро падет. Российская валюта. Совсем скоро стартуют торги на российской бирже. Конечно же, такое снижение нужно уже отыгрывать. Мы оказались ниже 50. Значит, вправе рассчитывать на то, что рубль начнет девальвироваться против американцев буквально уже сегодня. Котировки 56-57. Я думаю, что завтра у нас будет с вами возможность говорить уже об уровнях чуть ли не в районе 57. Если наш сценарий будет оправдан, значит, мы дождались тестирования той психологической планки и логичной реакции российского валютного актива. Ждем ослабления курса рубля против всех конкурентов. Конечно же, больше интересуют нас доллар и евро. Американская валюта против иены. Здесь совершенно отдельная история. Здесь я вынужден констатировать то, что все наши исключительно субъективные, вербальные интервенции, наша визуализация пока ни к чему не привела. Наш расчет на то, что доллар отреагирует на логичный фундамент, на поддержку, которая объективно присутствует на рынке, тоже пока эта идея несостоятельна, потому что американская валюта продолжает валиться против иены. Сейчас котировки уже находятся на отметке 109,7. И у меня запас прочности не то чтобы по депозиту, а эмоциональный, скажем так, находится на отметке 109,4. Если, соответственно, курс валютной пары окажется ниже, я предпочту все-таки уже не наблюдать, как рынок съедает определенную часть депозита, потому что будет уже совершенно очевидно, что доллар, прежде чем переключиться на предстоящее решение ФРС по процентной ставке, вынужден будет поработать с новостным фоном, который явно снижает интерес и аппетит к риску и больше провоцирует на уход трейдеров в защиту. Вот как раз сейчас с этим новостным фоном мы и работаем. И вот проводя как бы параллели, ища связи и пытаясь понять, были ли предпосылки для такого тренда, а сейчас я также вынужден все-таки сказать, что, наверное, были. Хотя я их вовремя не высмотрел. Вот вспомните, все начиналось с, опять же, терактов в Англии. Потом вот вчерашнее решение арабской коалиции разорвать дип-миссию с Катаром. И, собственно, еще один новостной фон, который, скорее всего, на доллар и повлиял подавляющим образом. Это, оказывается, честно говоря, этот момент я упустил к своему стыду, потому что не должен был его упустить. Здесь, видимо, кто-то об этом новостном фоне знал раньше, а может быть, тоже, как и я, вот познакомились с ним только в ходе вчерашней торговой сессии и убедились в том, что это тот фундамент, который сыграл против доллара вот уже о сегодня. Оказывается, бывший руководитель Федерального бюро расследования, как вы знаете, на него мы делали очень большую ставку, о нем мы очень много говорили, это Джеймс Коми. Он будет выступать в Сенате в четверг, тогда, когда мы с вами ждем парламентские выборы в Англии. И, как сообщили в СНН, предполагается то, что Коми в Сенате собирается представить доказательства того, что господин Трамп оказывал на него давление касательно того, чтобы замять дело в адрес одного из советников Трампа по национальной безопасности, по-моему, Майкла Флина. И, конечно же, если эти доказательства будут представлены, тогда доллару придется явно не сладко, потому что от такого скандала придется отбиваться очень долго Трампу. И если все пойдет вот по такому негативному сценарию, действительно, СНН, как закинули мульку на рынок, они будут правы то, что владеют такой информацией, соответственно, поделились ей. Тогда, друзья, нам придется отложить наши с вами скорые ожидания реформ Трампа, потому что возникнут вопросы уже легитимности и вообще возможности сохранения Трампа статуса президента Соединенных Штатов по Мире. Потому что это серьезные обвинения, это серьезный скандал со всеми вытекающими отсюда впоследствиями в плане очков репутации и вообще доверия со стороны того ректората, который на него поставили в конце прошлого года. Осталось ждать недолго, это уже, собственно, это четверг, еще один плюс к волатильности, еще один сигнал того, что мы должны быть крайне бдительны, хотя уже, к сожалению, американец оказался ниже против иены, 110 иен против доллара. Это та самая планка, которая даже с точки зрения техники открывает дорогу до еще большего снижения. Я уже отметил то, что запас прочности уже подходит к концу, я думаю, что не только у меня, но и у многих. Соответственно, если пара USD нахажется ниже отметки 109,5, я снова буду вынужден занять режим ожидания и ждать, пока валютная пара идет выше отметки 111, 112. Хотя, с учетом такого новостного фона, с которым мы работаем сейчас, возможно, на это потребуется даже больше времени, чем мы прогнозировали. Учитывая слабость доллара, которую мы сейчас наблюдаем, констатируем, конечно же, этим пользуются рисковые инструменты. Евро находится на максимуме за много месяцев 1,1270, фунт сейчас торгуется на отметке 1,2928. Хотя по фунту мне тоже, друзья, есть что сказать. Безусловно, британец может показать еще более интересное движение, чем прочие активы, поскольку мы знаем, с чем это связано, мы знаем, почему за британцем сейчас нужно поглядывать. События четверга важнейший по поводу парламентские выборы в Англии. Оцениваем рыночное настроение, оцениваем позиционирование, оцениваем расклады потенциальных сил консерваторов и лейбористов. Вы помните последний опрос от ЮГОП, который отметили, что у консерваторов нет шанса получить необходимое простое большинство. Кто-то считает, что им не хватает уже от 16 до 20 голосов. Это реально очень много. Еще обновленные данные, которые были на рынке, доступны для анализа вчера. И, соответственно, в принципе, могли бы стать причиной резкого ослабления британцев. Партия консерваторов лидирует сейчас всего лишь на 11%. При этом недели назад лидерство было выше – 12%. И последний опрос, который был опубликован от Сервейшн буквально несколько часов назад, оказывается то, что у консерваторов уже еще меньше – 41,5%, у лейбористов – 44%. То есть их отделяет, по сути, процент с небольшим. До выборов еще ровно два дня, соответственно, ситуация может не просто измениться, а ситуация может стать крайне благоприятной для лейбористов. Чем это чревато, друзья? Я уже говорил. Если консерваторы не получают простого большинства, значит, Эрезе Мэй лишается поддержки со стороны парламента. Парламент остается без лидера, и процесс переговоров по Брекзиту становится еще более непредсказуемым, затяжным, затянутым и жестким. То есть, наверное, какой бы сценарий мы сейчас постфактум предстоящих выборов не увидели, для британца это в любом случае негативный момент. Также не забывайте про не совсем понятные жесткие требования Брюсселя, которые настаивают, даже не хотят общаться с руководством Англии до тех пор, пока Англия не выплатит штрафа в 100 миллиардов евро. Не забывайте про то, что и статистика по Англии в целом плохая. Вот вчера вышел отчет по индексу активности в сфере услуг. Это наибольшая плата в динамику экономического восстановления. 53,8% спад с 55,8% это одно из минимальных значений за последние два квартала. Тенденция снижения, друзья, сохраняется, и, соответственно, экономические показатели по росту в ближайшее время столкнутся с еще одним препятствием и преградой в виде низкой потребительской активности. Мы уже видели, насколько слабыми являются темпы экономического роста Англии, но пока что видим это только в цифрах. Фунт стойко, как оловянные солдаты, держатся на локальных максимумах. Возможно, это связано, опять же, с тем интересом, который присутствует к евро, а евро покупают только потому, что валится доллар. Но если по евро у нас картина остается неизменной, краткосрочный сценарий предполагает возможность дальнейших покупок, то, в отличие от европейской валюты, фунта, здесь я даже краткосрочно не могу рекомендовать вам стать в покупке, потому что очень насыщенный фундамент впереди, и этим фундаментом можно воспользоваться, чтобы хотя бы попытаться с этого актива заработать через коррекцию и возможность снижения ниже отметки 1.28. Также еще хотел рассказать вам про австралийца, потому что сегодня, в принципе, отчетов не так уж и много. Вот единственное, что ставка по Резервному банку Австралии была, после этого вышло соправительное заявление, и под конец дня сегодня отчет от Американского института нефти 23.30. Ставка Резервного банка Австралии оставлена на прежнем уровне 1,5%, а что касается соправительного заявления, Как я вчера и отмечал на вебинаре, мы услышали о том, что Резервный банк Австралии даже не думает о том, чтобы сейчас ужесточать монетарную политику, поскольку повышение ставки приведет к росту цен на недвижимость, усилит нагрузку на сектор недвижимости и увеличит давление на показатели закредитованности домохозяйства. Это вот две основные проблемы, с которыми сейчас столкнулось руководство Резервного банка Австралии, да и в целом австралийская экономика. Первоначальная реакция австралийцев. Минус 50 пунктов, и я думаю, что австралийц так и продолжил бы лететь на национальном фундаменте вниз, если бы не вот эта слабость доллара, которая сегодня торжествует и, соответственно, занимает умы всех, кто следит за финансовыми площадками. Пока, друзья, эта ситуация не исправится, к сожалению, мы вынуждены поставить на холд идеи, предполагающие слабости и австралийца, и новозеландца, и, соответственно, европейской валюты. Потому что доллар, как и всегда, остается основным локомотивом рынка, и даже если не доллар влияет на текущие тенденции и тренды, то, по крайней мере, желание участников рынка крупными депозитами пересидеться в защите. А вот это уже и провоцирует те самые динамики и, собственно, поведение инструментов, которые я и обозначил. По важным событиям, вроде бы как, так же прошлись. Завтра отчетов будет побольше, конечно же, но основной фундамент у нас едет на четверг. Парламентские выборы в Англии и выступление Джеймса Коми в Сенате. Это супер-мега событие для американского доллара. Возможно, даже оно станет для него судьбоносным. Будем держать руку на пульсе, следить за всем, что происходит. Я, как всегда, буду стараться освещать все основные события, чтобы вы не упускали ни одного значимого инфоповода, который присутствует на финансовых площадках. Друзья, собственно, на этом все. Как и всегда, если есть вопросы, вы знаете, где их оставлять. Форма о маркетинге, канал на YouTube. Параллельно с вашими комментариями, с вашими наблюдениями, с вашим видением рынка, не забывайте ставить лайки, большие пальцы, за которые, как и всегда, я вам искренне благодарен. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok